Всем привет! Вы на канале Таша Клей. Сегодня я буду лепить Pit Bonnie или Into the Pit Spring Bonnie из игры Five Nights at Freddy's Into the Pit. А это наш пластилинчик. Вот такой вот светло-оранжевый, коричневый, красный, черный, фиолетовый, голубой и белый. Вот такой вот цвет я получила, смешав желтый с оранжевым цветом. Итак, наш Pit Bonnie это персонаж книги Скотта Коутона и Элли Купер, опубликованная 26 декабря 2019 года, которая называется Five Nights at Freddy's Fuzzber Frights No. 1 Into the Pit. То есть ужасы Фазбера No. 1 в яму. Главный герой Освальд живет в безумянном городке, в котором, по словам Освальда, совершенно нечем заняться. По его словам, три года назад городок был гораздо живее. Кинотеатры, магазины с играми, рестораны и так далее. Но потом все изменилось после того, как главное место прибыли у большинства жителей давнего города, мельница, закрылась. Многие потеряли работу и бизнес начал загнивать. Большинство семей уехало, в том числе лучший и единственный друг Освальда Бен. Семья Освальда не может переехать из-за маминой работы, а также из-за бабушки Освальда. Из-за этого они застряли. Мама Освальда работала с 12 по часу ночи в больнице, а отец устроился на неполную смену в закусочной и получал меньше, чем в мельнице. Сам Освальд был сам по себе все это время и, несмотря на все происходящее, хотя бы в школе хоть что-то происходило. Но Освальда пугал тот факт, что скоро начнутся каникулы и ему будет совершенно нечем заняться. В школе он ни с кем не общался и занимался рисованием. Как он сам заметил, в последнее время он часто начал рисовать странных механических животных в человеческий рост. Иногда он их рисовал с обнаженными металлическими скелетами и в разных странах нечеловеческих позах. Но вот этот день настал, первый день каникул. Конечно же, Освальду стало еще грустнее от этого. Хоть как-то он мог занять себя дома просмотром старых японских фильмов, чтением манги и своей капризной кошкой. Однако его отец предложил ему вот такую перспективу. Каждый день он будет оставлять Освальда с небольшим количеством денег возле библиотеки, где он сможет заняться, чем захочет. А когда он проголодается, то тогда он пойдет в близкую к библиотеке местную пиццерию у Джеффа, где он потом будет ждать отца. Освальд, недолго думая, согласился, а перед сном пожелал, чтобы лето прошло у него интересно. И вот у Освальда каждый день проходит почти одинаково. Его отвозят в библиотеку, там он сидит за компьютерами, читает разные книги и мангу, а потом идет в пиццерию, где берет пиццу с газировкой, читает книги из библиотеки и ждет отца. Сама пиццерия у Джеффа представляет собой плачевное зрелище. Стены плохо выкрашены отвратительным желтым цветом, само место выглядело пустым. Официантом, поваром и заведующим этим местом был мужчина средних лет, выглядевший как мертвец, сам Джефф. У одного угла помещения стояла и пылилась сцена, на которой уже давно никто не выступал. В другом же углу стоял загороженный, с надписью «Не использовать» старый пыльный бассейн с шариками. Он считал именно эту часть интерьера самой странной. Спустя некоторое время Освальд поругался со своим отцом и решил над ним поиздеваться. Он решил залезть в тот самый бассейн с шариками, чтобы проучить отца. Дождавшись момента, он с головой нырнул в бассейн и начал ждать. Посчитав, что уже достаточно долго просидел, Освальд вылез из бассейна, но он не встретил там разъяренного отца и пустующую пиццерию. Он был оглушен ярким светом и криками детей. Он был в той же пиццерии, это он понял сразу, но она изменилась. В ранее пустующих местах теперь находились игровые автоматы, стены были разукрашены, а на сцене выступали трио аниматроников – Фредди, Бонни и Чика. Он был крайне удивлен и думал, что ему все это снится. Там он встретил двух ребят своего возраста, которые предложили ему сыграть с ними. Через некоторое время он начал беспокоиться об отце и решил вернуться. Он снова нырнул в бассейн с шариками и досчитав до ста перед тем, как вынырнул. Он снова оказался в пиццерии у Джеффа и только получил сообщение от отца, то что он скоро будет. Про это Освальд, естественно, никому не сказал. Так и начались у Освальда интересные летние каникулы. Каждый день он приходил в пиццерию у Джеффа и сразу же направлялся к бассейну с шариками, чтобы встретиться со своими новыми друзьями Чипом и Майком. Он узнал, что это место раньше называлось пиццерия Фредди Фазбера, а год, в который он попал – 1985. Он был счастлив со своими новыми друзьями, ему было весело, однако его напрягал один странный нюанс. Всегда, когда он сюда приходил, он замечал странного желтого зайца, который был похож на сотрудника в костюме. Этот заяц не подходил к нему, не говорил, он просто смотрел на него издалека, широко улыбаясь. Этот заяц пугал Освальда, но раз уж его никто не замечал, то и он пытался. И все же был еще один случай, который Освальд так и не смог объяснить. Когда он в один день своего визита упомянул, что у него нет денег, и он считает, что пользуется щедростью ребят, его карман заполнился фаз-жетонами 1985 года выпуска. Но Освальд не придал этому значения и просто повеселился с ребятами. Но в один день все изменилось. Он начинался обычно, и Освальд делал то, что делал всегда. Он пришел в пиццерию, нырнул в бассейн с шариками и досчитал до ста. Но когда он вынырнул, то все было не так, как раньше. Он слышал крики, но не радости, а страха. Дети взрослые бежали к выходу, кричая и толкаясь. Освальд не понимал, что происходит, и он не мог найти Чипа и Майка. Поэтому он решил пойти в противоположную сторону от толпы. Он хотел быть уверен, что у друзей его в порядке. На той стороне он увидел того самого парня в костюме желтого кролика. Тот стоял у двери с табличкой «Приватная» и, словно маня Освальда пойти за ним, зашел внутрь. Освальд же незамедлительно пошел за ним. Пройдя по тесному коридору вслед за кроликом, они дошли до комнаты для вечеринок, где Освальд дождал очень неприятное зрелище. Шесть мертвых детей лежали возле стены в ряд. Кролик так и ничего и не сказал. Но Освальд знал, что кролик хотел, чтобы Освальд увидел это, а, возможно, стал следующим. Освальд начал бежать к бассейну, а кролик побежал за ним по пятам. И только он начал касаться его спины, Освальд нырнул в бассейн с шариками и начал нервно считать до ста, а потом вылез. В пиццерии его ждал рассерженный отец и недовольный Джефф. Отец вытащил Освальда из бассейна и начал отчитывать. И как только он заглянул в бассейн, огромная желтая рука схватила и утащила его. Через некоторое время из бассейна вылез желтый кролик с улыбкой на лице. Отец Освальда так и не вышел. Желтый кролик быстро схватил Освальда и направился к выходу. Освальд ждал, что Джефф что-либо предпримет, но тот выглядел так, как будто это нормально. Кролик посадил Освальда в машину его папы, завел ее и поехал. Освальд был уверен, что это существо умело водить. Он начал задавать вопросы кролику, но тот даже звука не издал. Они приехали к дому Освальда, что еще сильнее сбило его с толку. Но он решил сразу сбежать домой, как только они остановятся. Но кролик каким-то образом оказался уже у двери. Он открыл дверь, затолкал Освальда внутрь и зашел сам. Освальд мигом побежал в свою комнату и закрыл дверь. Он знал, что ему лучше не сбегать. Его кошка сидела под кроватью и шипела. Она чувствовала что-то неладное. Освальд решил написать маме, что с папой что-то случилось и ей нужно как можно скорее возвращаться. Позже она ему позвонила и сказала, что уже едет домой. Освальд почувствовал небольшое облегчение, когда увидел ее у порога. Она выглядела раздраженная. Она сказала, что с папой все нормально и он смотрит телевизор. Освальд не мог поверить. Он был уверен, что видел его или нет. Он был готов подумать, что он сошел с ума, но лишь одна мелочь давала ему какую-либо надежду. Его кошка так и не вылезла из-под кровати. Ведь кошки чувствуют что-то неладное, да? С тревожными мыслями в голове Освальд лег спать. На следующее утро все выглядело нормально. Мама готовила бекон. Освальду надо было подготовить вещи к первому учебному дню. Он надеялся, что произошедшее вчера было лишь кошмаром. Но все рухнуло, когда на кухню зашел желтый кролик. Он, как всегда, криво улыбался и был спокойно молчалив, как всегда. Когда Освальд указал маме на это, мама лишь сказала, что его отец перед ним. По каким-то причинам все видели вместо этой желтой твари его отца. Кролик же молча сел за стол и не спускал взгляда с Освальда. Когда Освальд был готов идти в школу, тварь уже ждала его в машине. Как всегда, ни слова, ни ответа на вопросы Освальда. Он был крайне напуган тем, что происходит, но кролик просто привез его к школе и оставил его там. Освальду не было никакого дела до учебы. Он думал, что же произошло с его отцом. На перемене он встретил одну девочку по имени Габриэлла. Она читала древнегреческие мифологии о героях, которые противостоят огромным монстрам. Габриэлла сказала, что эта книга помогает ей быть храброй. Ее слова воодушевили Освальда, и он придумал, что надо делать. Дома он вел себя, как обычно. Желтый кролик все еще был дома и выполнял обязанности отца. Освальд пошел в свою комнату и вел себя, как обычно, до наступления ночи. Ближе к вечеру кролик позвал Освальда к столу. Так же, как и в первый раз в пиццерии, на которой лежала купленная пицца и пунш. Освальд поел и был удивлен, что желтая тварь даже не притронулась к еде. Она осмотрела на него, не издавая ни звука. После еды Освальд ушел к себе, взяв миску с молоком для своей кошки, которая все еще лежала под кроватью. Он ждал наступления темноты. Ночью он взял ботинки и прокрался мимо спальни. Желтая тварь лежала с открытыми глазами, глядевшими в потолок. Освальд все больше начал сомневаться, что это вообще живое существо. Прокравшись на улицу, он начал бежать к пиццерию Джеффа, надеясь, что она не закрыта. После долгого пути он до нее дошел. Она была все еще открыта. Дождавшись момента, когда Джефф отвлечется, он залез в бассейн с шариками. Досчитав доста, он начал искать своего отца. Он нащупал чутоногу, потом рубашку, руку, а потом лицо своего отца. Он начал тащить его вверх. Он во что бы ни стало должен был достать его оттуда. Вы нырнув из бассейна, он почувствовал чье-то присутствие за своей спиной. Это был желтый кролик. Он схватил Освальда, но тот вырвался. Тогда тварь заблокировала собой выход, но Освальд поставил себе цель выйти отсюда со своим отцом. Он побежал на кролика, пытаясь вывести его из равновесия. Но кролик оказался ловче. Он прижал Освальда к стене и широко раскрыл пасть. За белыми зубами скрывались два ряда острых клыков. Он рывком нацарился на его шею, но Освальд успел подставить руку. Боль была адская, но он не сдавался и оттолкнул тварь от себя. Тогда кролик переключился на его отца, но Освальд успел загородить ему путь. Он поймал его и залез ему на шею, начал бить его по голове и по глазам. Хотя большого эффекта это не дало, так как по ощущению эти глаза были не настоящие. Этого оказалось достаточно, чтобы сбить тварь с ног и запутать его в веревках и в сетке, окружающий бассейн. Когда кролик скинул Освальда со своей спины, то было уже поздно. Веревки туго натянулись и обвили шею твари, она даже не касалась дна. Освальд смотрел, как этот кролик, а он не издавая ни звука, смотрел на него в ответ. В скором времени тварь перестала двигаться, и как только Освальд моргнул, кролик преобразился. Он был пустым, грязным и выглядел так, как будто ему было уже не один десяток лет. Вдруг отец Освальда проснулся и спросил его, что случилось. Освальд соврал, что отец потерял сознание, пока искал его. Отец поверил в это и предложил сыну уйти отсюда. Он заметил рану на предплечье сына и повесившегося кролика и спросил, что это. Насчет раны Освальд соврал, что поцарапался. Насчет кролика ответил честно, не знаю. Отец сказал, что нужно сказать Джеффу, чтобы он убрал этот проклятый бассейн шариками. На что Освальд согласился. Ему было грустно, что он больше не увидит Чипа и Майка, но все равно знал, что это будет к лучшему. Невзирая на то, что произведение находилось в процессе написания, уже были анонсированы следующие части серии. На обложке книги изображен пружинный Бонни, один из ключевых персонажей первого рассказа произведения. При детальном рассмотрении может быть замечен подтек крови, идущий из правого глаза изображенного на обложке книги Маскота. Почти в каждой книге есть общая черта, которая связана с дальнейшим сюжетом и которая связывает всех протагонистов книги. В данной книге общая черта – это желание. Наименование серии представленных книг созвучно с названием заведений из Five Nights at Freddy's 3 «Fazbear's Fright – The Horror Attraction». Изначально книги предполагалось содержать иллюстрацию от леди Физзи, однако они были вырезаны, так как издательство могло предложить лишь черно-белую печаль, чем Скотт не был доволен. Вследствие этого старое описание продукта тоже было изменено. Вероятно, однажды будет выпущена отдельная большая книга, полная рисунков к серии романов от художницы «Леди Физзи». Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok